Привет! Сегодня поговорим немного о странах и финансах. Так вот, мне стало интересно, например, вот если вы взяли кредит и не отдаете его, то к вам придут коллекторы выбивать долг, верно? А давайте представим, что и крупным странам, должникам, придут вот такие вот выбивало денег и посадят всех начальства на… ну эм… как бы попросят злостных неплательщиков вернуть долг. Скажу еще какие страны живут по средствам и никому ничего не должны. И добавлю, долги большинства стран стремительно растут и скорее всего на день выхода видео они будут еще больше. Давайте начнем мы со стран бывшего СНГ и далее выборочно дойдем до самых злостных неплательщиков по долгам, образно говоря. Поехали! Туркменистан должен больше 502 миллионов долларов. Азербайджан, долг Азербайджана почти 7 миллиардов долларов. Узбекистан, Узбекистан должен почти 16 миллиардов долларов. Беларусь, батька задолжал почти 39 миллиардов долларов. Украина – 114 миллиардов, Казахстан – 165 миллиардов, Россия – 537 миллиардов. Дальше еще круче, Китай – 1 триллион 710 миллиардов, Италия – 2 с половиной триллиона, Германия – больше 5 триллионов долларов, Великобритания – почти 8 с половиной триллионов долларов. Ну и единоречный лидер, как вы наверное догадались, это Соединенные Штаты. И вот так выглядит примерно их долг на эту секунду. Это более 21 триллиона долларов. Он настолько быстро растет, что невозможно указать какую-либо точную цифру. И как говорится, на то, как горит костер, льется вода и растет долг США, смотреть можно вечно. Но это шутка. А вот вам страны, которые вообще никому ничего не должны и, как говорится, живут по средствам, образно говоря. Это всего четыре страны. Остров Ньюэ, Бруней, Макао и наиболее известная нам страна Лихтенштейн. Их государственный внешний долг равен нулю. Но это еще не все. Давайте теперь взглянем на такой показатель, как долг страны, разделенный на душу населения. Ну то есть на каждого жителя этой страны. И тут я очень удивился, мягко сказать. Тут лидер Люксембург с долгом 4 триллиона долларов. И внимание, каждый житель Люксембурга должен другим странам почти по 7 миллионов долларов. Офигеть, правда? Получается, родился ребенок в Люксембурге и уже задолжал почти 7 лямов сразу же. Вот такие вот забавные интересные цифры. Конечно, я могу где-то ошибаться, не относитесь слишком серьезно, финансисты к моим подсчетам. А напишите лучше, что вас удивило в этом видео. Оценить видео вы можете лайком, если оно вам понравилось. И не забудьте подписаться на канал Bizarre World. Впереди еще много всего интересного, прикольного. Пока-пока!